Здравствуйте, друзья! 23 марта, город Каменскуральский, Свердовская область. Сегодня я показываю вам рассаду эустомы. Сеяла я эту эустому 1 января. То есть на сегодняшний день этой рассаде появились сходы 8-9 января. То есть рассаде этой эустомы 2,5 месяца. Вот так она на данный момент выглядит. Я сразу хочу сказать, что вообще по идее она должна бы лучше гораздо выглядеть. Но кому будет интересно, в конце ролика я расскажу о том, как я буквально несколько дней назад, неделю назад, я чуть не погубила ее окончательно и бесповоротно. Ну а сейчас я расскажу о том, какие подкормки я планирую проводить в дальнейшем. Так как у меня поступают вопросы по эустоме, просят показать ее. Вот есть несколько растений, которые, как вы видите, потянули стволики. Но это только один сорт. ABC Rose Rim. Вот она уже потянула стволик. И буквально вот еще немного тут подтянется. И я уже буду проводить прищипку. Конечно, обязательно покажу. Покажу, как все это будет проходить. Не вся эустома у меня здесь. Еще есть еще часть на балконе. Просто не стала уже все выносить сюда на стол. Вот в целом эустома неплохо выглядит. Самое главное, при выращивании эустомы, на что нужно обращать внимание? На то, что приобретать нужно только качественный грунт. Обязательно вносить разрыхлитель, будь то вермикулит, перлит, кокосовый субстрат. Без разницы. Но разрыхлитель нужно в грунт добавить под эустому обязательно. Иначе корневая система будет плохо развиваться. Дело в том, что какой бы грунт внешне, когда мы открываем пакет, не казался нам легкий, при поливе он в любом случае спрессовывается. А эустома любит очень рыхлый грунт. Если есть возможность добавить песок крупный, можно, конечно, добавить песок. У меня такой возможности нет. Поэтому я добавляю либо кокосовый субстрат, либо вермикулит, либо перлит. Эустома вообще в целом очень не капризное растение. Но нужно некоторые нюансы, конечно, помнить при выращивании эустомы. Во-первых, она не любит слишком влажный воздух. Вот если эустому, я знаю, что многие, даже вот уже такую довольно-таки взрослую эустому, продолжают держать в каких-то контейнерах. То есть в закрытом пространстве. Либо вот на стеллажах, которые обшиты вот этим утеплителем фольгированным. Изоплен. И вот под лампами она там. То есть закрыто, если с трех сторон, а иногда даже и с четырех сторон закрывают. Вот эустома этого не любит. Она любит воздух. То есть нужно выставлять ее, чтобы она дышала. Сквозники, конечно, она не любит. Не должно быть сквозняков, не должно быть палящего солнца. Вот у меня эта рассада выставлена на балкон, который выходит на восточную сторону окна. Но вот у нас два дня последних были солнечные. И, конечно, когда очень солнечно, я прикрываю жалюзи, чтобы вот эти солнечные лучи были рассеянными. То есть вот если прям палящее солнце, если южная сторона, тоже обязательно нужно жалюзи прикрывать. Либо, я знаю, если нет жалюзи, некоторые садоводы как бы приклеивают, смачивают тюль и приклеивают его на стекло, чтобы было такое рассеянные были солнечные лучи, чтобы немножко рассеивались они. А в целом она любит солнце и воздух. Конечно, воздух. Не нужно держать ее в закрытом пространстве, где нет вентиляции, где нет доступа воздуха регулярного. Ничем никогда у меня эустома не болела. И за все время, сколько я ее выращиваю, и никаких вредителей я не видела на эустоме никогда. То есть это, наверное, единственное растение, которое не поражается вообще никакими вредителями. Хотя бытует мнение, что она капризная. Нет, абсолютно не капризная. Если мы взяли качественный грунт, плюс я еще добавила удобрение АВА. Обязательно в любой грунт добавляю всегда порошковый фитоспорин. Об этом я всегда говорю. Если фитоспорин не добавлен, то в дальнейшем поливаем атлантом. Не атлетом, который сдерживает рост, а атлантом. Сейчас я покажу вам его. Если порошок фитоспорина не внесен в грунт, то вот такой вот атлант. Разводим и поливаем. Но достаточно двух поливов с интервалом две недели. И рассада никогда не будет болеть. Всегда будет отличная. Но подкармливать приходится часто. Раз в неделю обязательно иустому подкармливаем. Иначе она очень долго будет у нас, медленно будет расти. Прищипку провожу обязательно только высокорослым сортам иустомы. Но у меня в этом году низкорослых сортов нет. То есть вся иустома, которая сегодня здесь показана, она вся будет прищипываться. Обязательно прищипку, конечно, тоже покажу. Ее нужно делать своевременно проводить и правильно. Тогда мы получим хороший пышный кустик и обилие цветов. По подкормкам на завтра, на 23 марта, у меня запланирована подкормка по листу витаминами Аквамикс. Из расчета 2 мл витаминов Аквамикс на литр воды. И по листу опрыскиваем. Вот эту подкормку я провожу раз в месяц обязательно всем абсолютно растениям. Ну и поливать я думаю, что я буду утром, несмотря на то, что у меня запланирована на сегодня подкормка. Но я вижу, что тут в некоторых стаканчиках грунт еще сырой, поэтому я проведу утром полив. Это будет энерген. Энергеном можно также по листу проводить подкормки, но я не провожу. Почему? От него остаются коричневые пятна на листьях. Поэтому я всегда методом полива. Одна вот такая капсула на литр воды разводится и по грунту поливаю. Вот это вот у меня запланировано на 23. Сейчас я покажу вам. Так, вот на 23 марта, на сегодня. Вот сейчас я Аквамиксом, витаминами Аквамикс опрыскаю и завтра утром энергеном полью. Следующая подкормка у меня запланирована на 28 марта. Это будет Плантофит, также по листу, с формулой 2020-2020. Вообще листовые подкормки эустома очень любит, как и в принципе все любые растения. По поливам. Поливаю я эустому обильно. У меня стаканчики без отверстий. Ну, я поливаю. Вот у меня груша медицинская. Вот такая вот самая маленькая. Она 10 миллилитров всего. И как я буду поливать? Вот, допустим, есть некоторые стаканчики. Я вижу, что грунт уже подсох. То есть его уже можно было бы сегодня полить. Вот такие стаканчики, в которых грунт уже сегодня сухой вечером, я завтра полью 3 грушки. То есть получается 30 миллилитров на 200 миллилитров стаканчик. У нас 200 миллилитров грунта, 30 миллилитров воды, вот раствора энергена я полью. Те же стаканчики, в которых я вижу, что еще грунт влажный, ну, к утру он, конечно, подсохнет. Я где-то примерно одну, может быть, полторы грушки вот таких воды добавлю. И, в общем-то, все. В принципе, вот, ну, несложно выращивать эустому. Главное, вот, соблюдать воздушный режим, чтобы воздух попадал к эустоме. И, конечно, проводить своевременные подкормки. Также хочу сказать, что если вы увидели какие-то проблемы на эустоме, то, конечно, нужно, ну, чаще всего, вот что единственное, наверное, что у меня на моей эустоме один раз всего было, это увядание листьев, когда полностью все листья обмякли. Тут, конечно, мы уже сульфатом меди обязательно по листу опрыскиваем. Достаточно, как правило, одной обработки. И обеспечиваем доступ воздуха к растениям. И проблемой у нас это решается очень легко. Ну, а сейчас я расскажу, как я недавно чуть не погубила эустом. Да, вот такие горшочки 200-граммовые, она у меня будет здесь находиться, ну, наверное, еще 2-3 недели. Не меньше. То есть, около месяца еще. И затем я уже буду пересаживать в горшочки, в которых она будет постоянно у меня находиться, уже расти в саду. Так, теперь вот такую я покажу вам эустому. Видите, что здесь у меня? Полностью сгоревшие листочки. Вот они сгоревшие. Что же получилось? Это уже для тех, кто хочет услышать историю, как я чуть не погубила эустому. И хочу сказать, вот это как раз к слову о том, что эустома очень живучее растение. И даже вот погубив ее практически, ее можно выходить. Что у меня получилось? Вот у меня здесь была зафиксирована подкормка. 16 марта. У меня в этом году много почеркушек. 16 марта монофосфат калия. Но так получилось, что в ведерке я развела для других целей с утра. Развела препарат, который не относится никаким образом к подкормке эустомы. Затем отвлеклась. Забыла, что я развела там препарат этот. И что? И когда, значит, через какое-то время я уже включилась вновь в садово-огородную тему, я смотрю, у меня в ведерке вода набрана. Я добавляю туда монофосфат калия, к той химии, которая у меня уже была там разведена, которая вообще никоим образом к удобрениям не относится. И, в общем, такой гремучей смесью я полила свою эустому и пентас. Это было днем, наверное, часа в два или в три. И затем я вечером в 11 часов, как обычно, подхожу к растениям, осматриваю их. И я смотрю, у меня полностью вареные листья. Причем я понимаю, что это не обмякшие листья, которые нужно обработать сульфатом меди, а просто вареные, они сварились все. Я думаю, что такое, что у меня случилось. И тут, в этот момент, я понимаю, что я, видимо, к химии к той добавила монофосфат калия. То есть я такую гремучую смесь замесила, просто отраву термоядерную и полила эустому. Тут вот тоже есть листочки на некоторых растениях, которые я срезала. Вот сейчас это уже что нужно? Это просто срезаем ножницами. Я специально не стала удалять эти листики, чтобы показать. Вот так вот сейчас срезаем. Вот насколько живучая эустома. Ее, в принципе, загубить довольно-таки сложно. Если вы, конечно, дали хороший грунт и вот температурный режим соблюдаете. Да, температура у меня на балконе, я стараюсь поддерживать температуру 20 градусов. Не допускаю, чтобы поднималась температура выше 20 градусов. Это, конечно, оптимальная температура. Но если нет возможности такую температуру поддерживать, то хотя бы, чтобы не 30 градусов была. Не нужна вот эта вот жара эустоме. Ну и что я сделала? Ночь я, значит, переспала с той мыслью, что же мне делать теперь с этими растениями. И утром я принимаю такое решение. Я беру горшочки вот эти, вытряхиваю оттуда полностью рассаду. И верхний слой, так как я поливаю всего по две грушки, вот одна, две груши по-разному, в зависимости от сухости грунта, я понимаю, что у меня полностью в стаканчике эта отрава не прошла, полностью во весь грунт. И я срезаю вот верхний слой грунта примерно где-то 2 сантиметра, полтора, может, 2 сантиметра. Ну вот так вот примерно. Я верхнюю часть слой грунта полностью удалила. Удалила, смотрю, корешки там белые вроде бы. Ну прошло 12 часов где-то ориентировочно, меньше даже 12 часов. И подсыпаю свежий грунт. Вот это было 16 марта. Сегодня 23 марта. И вот теперь я уже вижу, что она тронулась в рост. Конечно, после того, как я срезала вот этот слой грунта, подсыпала свежий грунт, я в принципе даже не надеялась на то, что она у меня отойдет. Я думала, так и будет продолжать. Подсыхание вот этих листьев. Вот тут вот видите тоже вот кусочек. Там нижний листик я срезала. И здесь вот на втором тоже небольшой вот этот ожог остался. Вот. Ну и теперь уже по прошествии 8 дней я понимаю, что все. Устома все-таки пошла в рост. Что все-таки правильно я сделала, что я удалила вот этот вот слой грунта. Поэтому мало ли, вообще у меня такое впервые случилось. Но мало ли, если вдруг вы так же что-то, может быть, развели какой-то раствор для других целей, не для полива рассады, и отвлеклись и забыли, и вдруг полили этим раствором свою рассаду, то можно вот так же поступить, срезать слой грунта, удалить. По пентасам, не знаю, я в ближайшие дни, наверное, постараюсь пентас показать. Думаю, что 3-4 растения ориентировочно у меня все-таки выживут. Я вижу, что вроде бы они пошли в грунт, но с пентасами было сложнее. Если я видела, что у иустомы корешочки белые, все-таки у иустомы более крупный корешок, более толстый, то у пентаса, я так думаю, что корешки, конечно, сгорели, так как они стали такого коричневатого, даже ближе к черному, наверное, цвет, темно-коричневые. Поэтому не знаю, что получится с пентасами. 4 растения вроде бы как вот за эту неделю вроде как пошли в рост. Мне там было сложно снять грунт, слой грунта, так как сплетена корневая система была очень хорошо. У иустомы немного не так было. Но я срезала там, наверное, с полсантиметра всего грунта. Ну, не знаю, что получится. Завтра, наверное, не получится снять ролик. Может, через пару дней я уже все-таки покажу этот пентас. Ну, а несколько растений, возможно, даже они у меня... Они, конечно, еще не погибли, но вид у них, конечно, очень тяжелый, очень такой плохой. Теперь, конечно, я сделала выводы, что никогда приготовленную воду, намешанную в ведерке, я не буду использовать для полива, если я перед этим отвлекалась. Ну, отвлекалась по работе и, конечно, забыла, что я туда уже плеснула вот этот вот химический раствор. Вот. Вот так вот, друзья. То есть, эустому выращиваем. Надеюсь, что все у меня будет с ней хорошо. Я думаю, что в этом году она у меня зацветет попозднее, конечно, за счет того, что я вот так вот намудрилась с ней. Чуть не погубила, собственно говоря. Но теперь я уже за нее спокойно. Сейчас буду проводить опрыскивание и завтра проведу полив. Следующие подкормки пока не планирую, так как все-таки двух подкормок по плану достаточно. А там будем смотреть по растениям, что нам, какие еще провести подкормки. Но, тем не менее, при поливе эустомы подкормки нужно, конечно, раз, даже в пять, в семь дней можно проводить, потому что иначе она будет очень медленно у нас расти. Все в четких дозировках, как указано на пакетах. Не нужно больше делать дозировку, но и чаще, чем раз в пять-семь дней, конечно, тоже нежелательно проводить подкормки. Я придерживаюсь где-то интервала шесть-семь дней, не чаще. Друзья, на этом я буду заканчивать. Также хочу сказать, что эустома не любит пересыхание корневого кома земли. Вернее, не корневого, а кома земли не любит пересыхание. Поэтому не засушиваем ее. Вот я вот такую бы эустому, по сути, уже надо сегодня полить. Вот такой подсохший грунт. Но так как вечер, ничего страшного, если на ночь мы ее оставим. Ну, всю остальную рассаду я поливаю немного по-другому. Допустим, перцы, томаты. Если я вижу, что верхний слой подсох грунта, я еще ориентировочно два-три дня могу не поливать. Но тоже в зависимости от того, солнечная погода на улице либо пасмурная, то с эустомой так не нужно делать, поступать. Видим, что грунт сухой сверху, уже нужно ее полить. И отверстия никогда не делаю в стаканчиках, так как, ну, для того, чтобы реже поливать. Если у вас сделаны в отверстиях, вернее, в стаканчиках отверстия, то, конечно, придется поливать чаще. Друзья, я на этом буду заканчивать. Наших городских садоводов я приглашаю к нам в магазин «Дача», который находится по проспекту Победы, 48, в центре здания. Всем до новых встреч. Пока-пока.